дорогие друзья всем привет и да наш сегодняшний гость это тот о ком вы подумали наверняка вы задумались где же он да вот же он денис денис привет брат представься пожалуйста буквально в двух предложениях о себе тот и вот полностью всю информацию прописку и так далее окей прописки нет до завтра появится меня зовут denis denis и большим мне 28 лет я женат меня пока нет детей вот я занимаюсь бизнесом действительно да я сын верующих родителей и сам я так что так как вообще проходил какие вообще моменты были в детстве может быть особенный которую вот такой ну верующей семье растешь может быть у вас были особенные молитвы какие-то или как вообще христианство повлияло на твое детство вот так вот христианса повлияло на мое детство значит окна не смогу ответить потому что я родился верующим я не знаю жизненно без христианства без веры хорошо да поэтому сложно так и отвечу по-своему да вот я очень рад конечно родился христианской семье вот и вижу это и замечает больше сейчас в взрослые наверное жизни потому что какие-то вещи где многие сверстники там или многие друзья создают себе определенные проблемы вот я за счет каких-то вот таких правильных оснований жизни могу не повторять стиха же бы например ты так чуть вообще сказал например отношения с женой например то же самое да то есть я женился на прекрасной девушкам с прекрасно отношения вот я умеет всегда при самое главное не в том что девушка прекрасно там или я прекрасная вопрос в том что то на каких основаниях мы стали строить там семью вот я про знаю что мы огромное количество ошибок то есть мы просто их избежали расскажи про эти основания думают прямо основания ли правильно да на сами все очень просто то есть во первых я женился спустя всего шесть месяцев после знакомства там все интересно да вот эти шесть месяцев мы там не столько ходили там в кино по ресторанам там все прочее насколько мы по камере я я старше на пять лет своей жены вот и мы с ней обсуждали каждый день вот такие определенные правильные важные вещи для меня которые они были правильные важные вещи это вот что я имею ввиду это отношение к родителям как мы будем относиться к моим родителям как я буду относиться к ее родителям супер какая там вот моя вера какая и слава богу нас этом плане совпало как мы относимся там к церкви как мы относимся к к детям даже элементарно то есть что мы оба сошлись на мнение в том что мы не хотим детей просто потому что вот дети потому что женились надо детей то что мы хотим если мы даем жизнь кому-то да то что мы это делаем осознанно и не в эгоистических целей там для себя для нее для родителей порадовать еще кого-то что это будем делать осознанно правильно вот такие вещи как в бизнесе я тогда уже занимался бизнесом для меня было очень важно как жена на это будет реагировать мы с ней проговорили то что у меня будет там определенный график да то есть у меня будут определенные ценности как она к этому будет относиться вот и мы все вот эти вещи проговаривали и потом когда я понял что все я хочу жениться я хочу жить с этим человеком я сделал предложение это очень здорово да и вот если отмазать чуть-чуть назад какие ошибки мы не сделали а сверстники допустим делаю да то есть женятся в основном потому что вот есть какие-то флюиды там знаешь строя не на этих основаниях вот как дальше до них они начинают другое перетягивать то есть что почему мы переживаем другую страну мы допустим заши это обсуждали что если не надо будет переехать другую страну то есть ради цели ради призвания ради этого всего-то она со мной поедет и мы это как-то будем все улаживать вот многие люди такие вопросы они не обсуждают вы говорили не проговорили потом когда начинается вопрос что мужчина пропадает на работе а почему ты пропадаешь на работе а где внимание мне там и так далее все начинаются какие-то вот дают вместо дьявол ты можешь сказать что вот бизнес на данный момент это твое призвание вообще в целом мое призвание достаточно по повыше до призвание для себя я так сформулировал как дело дело божье деньгами ресурсами этого мира вот если бизнес для меня это способ доставать определенные ресурсы доставать определенные знания умения вот мне отвечая на твой вопрос я скажу что мне конечно в удовольствие заниматься бизнесом нет нравится хотя там есть определенной сложности вот 19 год достаточно был сложный сейчас опять хороший год вот конечно бизнес это не не панацея это не то что там делаете а успешно нет бизнесу надо быть про максимально готовым к всем тем неудачам которые могут быть нужно не точно будут и вот у меня там случались и неудачи какие-то и удачи вот как бизнесмен наверняка на смотрят много ребят которые хотят бизнес ты бы их отговорил или наоборот ну как бы сподвиг чтобы они тоже становились и какие ты можешь дать в этом смысле совет да я так скажу что ребята бизнес это не это немного зарабатывать денег ездить на крутых машинах и быть в окружении каких-то моделей вот это к сожалению сейчас есть такой тренд он там активно навязывается что все хотят быть бизнесменами потому что картинка вот такая вот правда такая что бизнес это такая же профессия как врач психолог и могу ли вам посоветовать стать психологом или врачом но не могу то есть тут ответ такой что если вы понимаете что вы это ваше и вы вот видите в этом свое призвание суть и характер то конечно двигайтесь вперед но у вас будет очень много моментов в жизни когда вы захотите бросить и у вас будут сомнения о том что а тем ли я вообще в жизни занимаюсь потому что это но это труд вот поэтому если вы чувствуете что это вот ваше призвание это вот ваш ваше такое вот и хобби в том числе то тогда конечно вперед у вас все получится вот тут хотел уточнить момент смотри например я знаю что многие предприниматели дают совет не сдаваться идти вперед продолжать несмотря на падение как бы человеку например если он ну как бы не уверен призвание или бизнес он начал же что-то делать и ну как бы но все же говорят не останавливайся и на как бы вот как найти эту грань когда ты понимаешь что это тебе нужно остановиться или или ну не точно да да слушай очень классный вопрос очень классно рост потому что у меня этот же вопрос был в девятнадцатом году я были достаточно сложная ситуация у меня завод 200 человек работала вот и была такая ситуация на грани банкротства прям вот у нас там и прокуратура к нам прижал и следственный комитет родственники друзья говорили что слушай ну типа надо закрывать бизнес эти делать какой-то там новый типа у тебя там еще много чего получится там себя найти там это далее вот и я задал с этим вопросом который ты сейчас говоришь я себе на него ответил так то есть нет правильного ответа закрывать там допустим бизнес который не идет вот или дожимать его все-таки нет правильно ответа все зависит от того в какой стадии ты находишься вот я сейчас объясню что имею в том в том случае вот когда вот если бы я закрыл бы бизнес и сказал бы что все я не я не вытягиваю я не не могу вот то я бы почувствовал давление не столько на бизнес на себе как на предприниматели а на себе как на личность у которой что-то не получается да то есть я понимал что я закрою сейчас бизнес я избегу многих проблем многих рисков кучу каких-то там лишних долгов которые могли бы получиться но я уйду с чувством того что вот я не дожил я не дожил я не победил не знаю следующий раз она проходя такие же если истории будут я наверно буду к бизнесу относиться проще вопроса буду закрывать делать другое там еще как-то но здесь для меня был коренной вопрос потому что если я не доказал бы сам себе я доказывал это сам себе что нет я смогу нет я одержу эту победу вот поэтому это скорее вот ситуация личного роста да 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 стопроцентно поэтому если вы попробовали бизнес у вас не получились вот у меня там есть и знакомый вот она попробовал бизнес там два с половиной месяца они не получилось он закрыл ушел ну ребят за два с половиной месяца ничего не получится это точно то есть есть определенные сроки с определенным то есть как вот ты можешь попробовать ребенка родить там через два с половиной месяца его не родил и бросил эту идею да но есть срок то есть 9 месяцев только после зачатия то есть ну как вот то же самое в бизнесе в личном развитии себя то есть определенные ну такие рубежи определенные рубиконы которые ты обязан просто проходить все поэтому отвечает вопрос да отвечу так то есть что бизнес требует определенного времени и вы обязаны будете его дать буквально еще несколько вопросов причем отпущу тебе какой вот может быть главный совет тебе передал отец и какой главный совет вот мать может быть какой мысль они доносили для тебя вот может быть чувство ну это что как бы какую роль они играли вот в твоей жизни и отец и мать да начну с отца тогда я рос в такой патриархальной семье то есть у нас папа это вот глава семьи в чистом виде я считаю это правильным вот и мне повезло родиться в такой семье папа больше до обучал вот именно вещам таким то есть ты как мужчина то есть должен брать на себя ответственность должен отвечать там за свои слова за свои поступки вот должен уметь защищать там свою семью то есть вот все такое как этом мужское такое начало я конечно взял его у папы смелость идти на риск делать то что другие сейчас не делают потому что просто то есть ты вот ты как мужчина и он меня еще часто говорил нас семье 4 ребенка двое приемных еще вот у нас два сына две дочки у него получается да и приемные также сына . вот и он нас именно учился да так что вы парни вы не просто как бы вот там ответственно там за себя и там за будущих жен ответственно вот за движение рода то есть вот за за семью которую вот там не вы ее начали не вами заканчивать вот и соответственно такой вот груз ответственности груз такого вот мужского подхода это от папы от мамы больше вот такие качества как вот уметь находить себя слышать себя то есть уметь уделять себе внимание уметь работать до с собой своими сильными слабыми сторонами вот чуткости к людям к вне ну то есть каким-то людям которые вокруг тебя вот у меня мама максимально такая женственная папа максимально такой мужское поэтому это очень на самом деле это необычно как ну как бы не часто вообще люди берут в семью себе еще детей как ты с точки зрения вообще вот ребенка как как ты это проходил как тебе свыкаться было с этим потому что не но некоторые семьи это проходит как как ты с этим проходил честно сказать мне сейчас так уже сложно наверное проанализировать потому что это было вот это настолько давно и мы настолько все долго жили в таком как бы в такой семье вот поэтому я не могу с чем я дамы уже да мы все семья у всех уже тоже там семьи и дети то есть вот мне очень сложно проанализировать были у меня там какие-то чувства ревности там или нехватки внимания родителей поэтому мне кажется вот как будто бы не было потому что мы как-то вот действительно жили одной большой семьей и кстати самое интересное что у нас не была какая-то обеспеченная там супер семья то есть у нас там папа кстати тоже как предприниматель но там были достаточно большие долги и проблемы вот и мы не жили в каком супер достатке ну нам все как-то хватало каким-то чудом образом да 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 но самое очень тесных тоже история скажу что папа как-то ехал с белоруссии на фуре сам и нечем было нас там всех кормить у него про вообще там очень такие тяжелые ситуации в жизни вот и он и помолился ведь ну как я буду кормить вот этих детей вот там 6 детей считай мама еще и еще у нас постоянно какие-то гости у нас гостей было постоянно всегда и он не знал как будет кормить его в общем на деньги кинули там виду он был заработать вот он возвращался такой уставший вот он помолился и бог ему сейчас будет пробегать два зайца вот они они твои на трассе вот и он значит да он водитель опытный был он сбивает одного зайца значит колесом передним вот а второго цепляет вот этим прицепом значит вот и достает их кидает в фургон приезжает домой вот мама оказывается а и кстати очень тесном где-то ехал по пути тоже и какая-то женщина который продают он хотел купить картошки она ему сказала что у меня на сердце вот вам значит дать картошку вот он все это приводит домой мама все это дело готовит мы все едим у нас там есть еще на неделю он всегда позаботится да 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 и таких историй то есть да это очень много и это кстати вообще-то понятно что вот обеспечитель у нас но бог не не бизнес на меня работа не там не знаю не директор не начальник никто то есть обеспечитель бог супер денис спасибо тебе буквально наверно один но вот твой совет да на который просто вот человек видеть тебя одну минуту буквально вот переключает канал чтобы ты сказал человеку если будут у него осталось одна секунда просто вот смотрит на тебя самый главный в общем совет от тебя я тебе даю сейчас такой совет который дал бы и себе и каждому первое никогда не сдавайте никогда не сдавайте ты сможешь все преодолеть ты сможешь все победить на самом деле в тебе гораздо больше силы чем тебе кажется и чем вот люди в тебе видят а второй момент будет всегда собой вот мы часто хотим прожить чужую жизнь мы хотим вот как все мы хотим то что модно то что как бы сегодня кажется в почете но будешь по-настоящему успешен будут по-настоящему большие деньги по-настоящему от успех счастья и семья будет это понимать, когда ты будешь заниматься по-настоящему своим делом. Поэтому будь с собой. Шик. Денис, спасибо тебе. Мне понравилось с тобой общаться. Спасибо, взаимно. Дорогие друзья, если вам понравилась эта программа, тогда скажите мне, мне понравилось. Просто подойдите лично там. Мне очень приятно было с вами взаимодействовать. Спасибо тебе, Денис. Я жду вас на следующих программах. С вами, как всегда, ваш любимый и очень скромный ведущий. И Денис, как всегда. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok